Дорогие друзья, давайте почитаем рассказ из книги Александра Ягодкина про Сашка. Александр Анатольевич Ягодкин, журналист и писатель, родился 1 марта 1952 года в Воронежской области. В 2022 году ему исполнилось 70 лет. К сожалению, в этом же году он ушел из жизни. Александр Ягодкин – лауреат многочисленных журналистских конкурсов. Первый его рассказ был опубликован в московском литературном журнале «Октябрь» в 1985 году. Затем свет увидели его книги для детей и взрослых. В 1986 году вышла первая книга Александра Ягодкина для детей про одного мальчишку. Один из рассказов Александра Анатольевича, вошедший в сборник про Сашка, в 2012 году занял третье место на конкурсе «Новая детская книга». В своей книге про Сашка писатель рассказывает про жизнь обыкновенного мальчишки, которому нет времени скучать. То он строит гнездо для аиста, то придумывает новую сказку про колобка, то вылавливает из реки огромную рыбу. Днём на улице стояла сильная жара. Под солнцем даже асфальт размягчался, и на нём можно было оставить след, не очень глубокий, но заметный. И вдруг налетел ветер. Он поднимал тучи пыли, сыпал в лицо песком и какими-то крошками. Вихрь поднимал бумажки, а газета с лавочки поднялась и улетела так высоко, что её даже не было видно. Захлопали форточки и окна. Всех детей стали звать домой, и Сашка тоже позвали. Он сидел у окна и смотрел, как на улице ураган наводит беспорядок. А мама сердилась, что он не раздевается и не моет руки. Вскоре ветер утих, наступила тишина, и тут же по окну и крыше застучали крупные редкие дождинки. А потом хлынул такой ливень, что даже окно запотело. По стеклу побежала вода, улица стала расплывчатой, а Сашок всё стоял, прижавшись лицом к прохладному стеклу, и смотрел, как по дороге учатся настоящие потоки. А в песочнице на детской площадке неподалёку образовалась лужа, огромная, как море. — Ты будешь руки мыть, в конце концов? — строго спросила мама. — Если бы в такой поток бросить кораблик, то его унесут очень далеко, наверное, в океан. Хорошо бы самому оказаться на этом кораблике, посмотреть на китов, акол всяких, а ещё дельфинов. Хорошо бы с ними подружиться, поплавать вместе. Но тут подошла мама, взяла Сашка за руку и отвела в ванную, мыть руки и умываться. А когда он вернулся к окну, дождь уже кончился, и даже солнце выглянуло. Вода ещё бежала по асфальту, и лужа в песочнице не уменьшалась. Такие лужи редко бывают в жизни. — Мам, — сказал Сашок, — ладно, я гулять пойду. Ты не бойся, я в сапогах. — Нет, сейчас ужинать будем, у меня всё готово, и поздно уже скоро стемнение. — Ну, пожалуйста, я не промокну, вот увидишь. — Нет, завтра будешь гулять, — твёрдо сказала мама и не пустила его. Утром Сашок вскочил и сразу побежал к окну, посмотрел на песочницу и захныкал. — Всё, всё теперь, не пустили меня вчера гулять, а теперь та лужа высохла. — Как теперь быть? Как? — И правильно сделала, что высохла, — сказала мама. — Сегодня суббота. Ты не забыл, что мы в кукольный театр идём? — Не нужны мне ваши куклы, — сказал Сашок. — Мне лужа была нужна. После завтрака он постоял ещё у окошка, а потом вдруг заторопился. — Ладно, мам, давай я схожу немножко погуляю. — Смотри, — сказала мама и погрозила ему пальцем. — Не испачкайся, а то уже в театр скоро. Сашок оделся и ушёл. Через полчаса, когда мама собралась и уже закрывала дверь, он вернулся грязный, как чушка. Мама только руками сплеснула. — А театр? Ты с ума сошёл? Где ж ты так вымазался? — А я ещё одну лужу нашёл, — сказал Сашок. Хорошая оказалась лужа, побольше даже вчерашней. — А я пришёл вовы в фильме. Мама и я уже всём сошёл. Алла ermь. — Саша, послала себе «Олбийным», — козлёшься? — Иди к нашёл. — Олла.